Здравствуйте! Сегодня у нас на повестке дня два совершенно нестандартных способа замачивания семян. Поверьте, вы будете приятно удивлены, когда все ролики досмотрите до конца. В чем суть способа? Во-первых, первый способ мы будем сажать, замачивать семена вот в такие обыкновенные пищевые губки. Вот каждый садовод-огородник согласится со мной. Когда наступает пора для замачивания семян, те, кто замачивает семена, потому что некоторые сейчас сажают прямым посевом в грунт, так вот кто сажает семена, замачивает их, всегда сталкивается с одной и той же проблемой. Когда мы пишем мешочки, пишем с записками, у меня не всегда теряются эти записки, мешки размокают, запись размывается, я все время все путаю и сажаю все с общим названием, под одним названием перец. Так вот, чтобы этого не получилось, вот такой способ. Честно говоря, он покорил мое сердце. Показываем. Мы берем обычную пищевую губку. Вот я даже ничего не делала с ней. Взяла я просто нож, обычный острый кухонный нож и прорезала вот такую бороздку до конца вот этого вот жесткого слоя. Прорезала. Если у вас семян много и вы сажаете, например, вот перцев, несколько-несколько сортов, вы мне скажете, как же тут быть? Все просто. Режем вот так же губку на две части. Можно же взять большую губку, не обязательно вот такую маленькую. Мне просто вот такая под руки попалась. Большие губки можно взять. Пожалуйста, я вот так разрезала ее на две части показать вам. И, к примеру, вот что я для себя делала в этом году. Я взяла вот с одной стороны, вот так отрезала уголок. И я уже знаю, что вот где отрезанный уголок, отсюда у меня идет отчет. То есть это у меня первый ряд. И на каждой губке я вот так вот отрезала уголок, что отчет идет вот с этой стороны. И себе просто в произвольном порядке. Вот я взяла, к примеру, пакет и пишу первый ряд вот на этом мешочке. Или там, говорю, что тут если достаточно много семян, значит я пишу. Первый, второй, третий ряд. Первый, вторая, третья губка. Вот. То есть, чтобы не потерялся. Мешок вот этот никуда не девается. Я сейчас вам еще покажу, как его закрепить. Это вообще просто чудо. Берем семена. Я взяла вот такие обычные семена баклажанов, которые у нас сейчас на подходит время высадки. Вот, сорт называется Улыбка негра. Очень смешное название. Семена Алтая произвели. Скороспелый сорт. Причем плоды достаточно большие, крепкие, без горечи, с мелкой, мякоти, мелкие семена. Очень такой, знаете, раннеспелый, достаточно хороший сорт. Так. Отрезаю. Достаю семена. Можем разместить вот в двух губках. В первой и второй. То есть, здесь у меня будет один сорт. Что я дальше делаю? Беру какую-то подробную, ну, емкость, любую. Разве не наливаю туда воды? Хотите комнатной температуры? Ну, лучше, конечно, комнатной. Хотите, чуть прохладной. Неважно. В сухом виде губку я беру. Засыпать очень просто. Просто вот берете вот так, раскрываете ее и сыпете. Ну, так немножко равномерно распределяете. Закрываете. С другой стороны. Очень все легко и просто. А дальше, внимание, мы берем вот эту губку и вот так погружаем ее в раствор. Раствор у меня с эпином. То есть, вы представляете, мы в одной емкости сразу же обрабатываем стимуляторами роста и делаем замачивание семян. Представляете? Смотрите, я ее так немножечко отошму. Губка достаточно влажная, с нее ничего не течет. Вот. Семена находятся все время во влажном состоянии. Ну, согласитесь, это здорово. И никуда они не деваются, не высыпаются, не просыпаются, ничего. Вот такую губку вы можете разных-разных-разных-разных набрать, поставить их вот так друг на дружке. Целый пирожок. Все они должны быть смоченные. Мы погружаем в обычный пищевой пакет. Можно с закрывающейся частью. Вот такие есть пакеты, закрываются. Можно вот такой обычный, причем, вы знаете, разницы никакой нет. И тот, и другой способ. Можно даже резинку не использовать. Вот так вот закрыли и поместили в какое-то место, где тепло. Ну, я кладу, у меня вытяжка на кухне, я прям на вытяжку кладу. Вот при таком способе проращивания они прорастут фактически на второй, ну, максимум третий день. Представляете? И даже если вдруг вы забыли, ну, бывает такая ситуация, закружились, забыли. Ничего страшного. Если у вас губки положены в один ряд, они прорастают сквозь губку, совершенно спокойно. И вот здесь вот наверху такие будут зеленые растишки. То есть, вы представляете, вы уже получите их, можно сразу распикировать в маленькие горшочки. То есть, не способ, а одно удовольствие. Теперь вторая часть этого способа. Есть еще один способ. Как многие считают, что такой способ мы можем выращивать семена. Ничего подобного. Мне на почту пишут очень много садоводов, огородников и говорят, а вы знаете, что есть такой способ для выращивания? Вот этот способ, он не для выращивания. Он именно для проращивания семян. Но никак не для выращивания. Итак, что мы берем? Обычный пищевой пакет. Вот, для завтраков, который берем. Я его складываю пополам, потому что он достаточно такой большой. Мне такой не нужен. Я беру обычное бумажное полотенце. Можно туалетную бумагу, без разницы. Сложите ее в два слоя, чтобы она была не такая, не быстро размокала. Дальше, что я делаю? Я вот так вот кладу ее, выравниваю края. Край-краем с краем соединяю. Дальше беру вот такую спринцовку. Вот именно спринцовкой. Я пробовала и из пульверизатора. Пробовала по-разному. Вот спринцовка мне понравилась больше всего. И потом я ее вот таким вот способом. Плотенчики промокают достаточно, ну, скажем так, немного подольше. Туалетная бумага промокает мгновенно. Поэтому я люблю больше вот такие вот полотенцы. Они как-то форму держат лучше, скажем, вот так. Вот мы сейчас вот так накапаем мипина. Тепленький. Водичка слегка теплая у меня. Вот так. Для замачивания вот таким способом я взяла сорт агроуспеховский алмаз. Алмаз есть у всех производителей. Сорт давно на рынке известен. Все его любят. Сорт скороспелый. Плоды их прекрасные. Удлиненной формы. Грамм 100. Не имеют горечи. Семена мелкие. То есть, вот я их выспала на ладошку. Они прям вот, ну, маленькие. Хорошие семена. Вот. Итак, начинаем раскладывать. Соединяем, чтобы краешки были одинаковы на одном уровне пакета и полотенцев. И начинаем вот так. Немного, отступив от края, буквально сантиметра два. Отступив от верхнего края, ну, прям вот незначительное количество, прям вот буквально несколько миллиметров. Мы раскладываем семена. Вот так. Вы можете воспользоваться не обязательно там руками. Можете там зубочисткой, пинцетом. Кто чем привык. Пожалуйста. Я вот люблю руками. На расстоянии, ну, полтора-два сантиметра это достаточно. Дело в том, что мы потом будем, когда их распикировывать, потому что оставлять их так мы точно не будем, потому что, ну, все равно им не хватит питательных веществ. Они прекрасно прорастут, но расти они так не могут. Поэтому мы их потом будем распикировывать. Вы скажете, как же можно распикировать баклажаны? Они этого терпеть не могут. Вот в том-то и заключается весь хитрый способ, что мы когда с вами развернем, то баклажан будет лежать совершенно на поверхности. У него будет такая мохнатая белая корневая система. Ну, тем самым мы ее вообще не потравмируем. Мы просто возьмем баклажанчик и перенесем его в ту емкость, которую мы подготовили для рассады. Ну, это я вам все покажу. Результат я вам обязательно отчитаюсь, потому что я хочу, чтобы вы к моменту высадки уже семян уже видели все результаты, для себя решили. Стоит замачивать, не стоит замачивать. Причем, вы знаете, как у нас сейчас идет целая серия роликов, эксперименты. Мы будем сажать самыми, наверное, нестандартными и самыми скандальными способами. Это будем сажать в кипяток, будем сажать в опилки, будем сажать, вы даже не поверите, в кошачий туалет. Можете себе представить? Так что следите за нашими роликами, все вам будем показывать, как сажать и результаты самые главные. И так вот все. Я сажал до конца нашу пеленку. А потом я беру вот так, не бойтесь, скручивайте смело-рассмело, прям вот так закручиваем, закручиваем, закручиваем. Причем вы даже можете увидеть, что они, вот они все семена здесь. Вот здесь лишнее. Вот такая вот получилась у нас с вами закруточка. Хотите, можете одеть резинку. Хотите, можете заклеить скотчем. Мне нравятся все способы. Но я иногда даже вообще ничего не делаю. У меня есть такие, как ниточки, веревочки. Я вот так вот ими перематываю. И вот такие колбаски, причем вот ниточку вы перемотали, вы вот так вот сразу складываете, прикрепляете сорт. Он у вас никуда не потеряется, ничего. Вот так вот закладываете и ставите. То есть у вас какая-то будет емкость. Вы в эту емкость поставите много-много таких семян. То есть представляете, в одной тарелочке, ну вот в какой-то емкости, у вас могут стоять до 50 столбиков, на котором каждый сорт подписан. Все никуда не потеряет, все одно сплошное удовольствие. Прорастает вот таким способом, они достаточно быстро. То есть мы сейчас ставим в емкость. У меня вот немного неподходящая емкость, но тем не менее, вы просто сам принцип поймете. То есть, к примеру, там вот возьмете ведерко из-под майонеза, ну какой-то ненужный вам горшочек. Так, ставите вот так вот, много здесь вот таких самокруточек. Сверху мы вот так накрываем пакет и ставим, ну, в теплое место. И ждем. Всходы появляются очень-очень-очень быстро. Вы будете просто приятно удивлены. Вот этих два способа в губке и в самокрутке, вот в такой, в пеленке, это сейчас, ну, наверное, самые продвинутые методы. Попробуйте. Я вам покажу результат. То есть пройдет вот буквально день-два, я вам покажу результат. Оставайтесь с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok